Приветствую вас дорогие друзья, добро пожаловать! Хочу поговорить с вами сегодня про два интересных аромата, это Chirruti 1881, если честно я не знаю как аромат называется, мне кажется они имеют одноименное название, только в данном случае это Bella Notte Flanker, а здесь просто Chirruti 1881, ну и наверное он так и называется, не помню кто нам его отправил, вроде бы это была Bella, если это так, то пожалуйста напишите мне кто подарил нам этот замечательный аромат, который изначально мне он знаете вот честно признаться он мне не понравился абсолютно, я долго его не мог понять, я вообще его не мог ни на ноты разбить, ну вообще вот он мне показался каким-то странным, с чем-то непонятным, какой-то знаете вот как прогоркла какой-нибудь детский крем, просто самый обычный детский крем, который уже сдох вот не знаю пять лет назад и я его нашел, открыл и выдавил на себя, то есть изначально он мне таким вот и показался и казался он мне так довольно таки долго, буквально вот до этой весны, когда я вновь решил к нему подойти, это было вечером после душа, на улице было холодно, но у нас все-таки в Сибири весна холодная, по минус 35 градусов бывает иногда даже в марте и короче ну не суть важно, в общем после душа нанес этот аромат на себя и все, то есть я потерялся вот в этой вот пудре сумасшедшей, такой вот ромашковый, прежде всего это конечно ромашка, на самом деле это ромашка, ромашка причем не чай, не отвар, не свежая ромашка, гербарий наверное в книжке, вот как я не знаю, если кто-нибудь такое делал, я делал в детстве часто листья ромашки разные, другие какие-нибудь цветы собирал в книги, вкладывал, портил книги, уничтожал таким образом, потому что все-таки вот это вот масло оно там остается и вот это вот сухая ромашка, вот на самом деле сухая ромашка на пудре, причем пудра не косметическая, хотя нет, вру, аромат он вообще в принципе такой, знаете, вот он интересный, его сложно описать, для меня это что-то мягкое, что-то такое нежное, уютное, какое-то вот теплое, согревающее, что-то родное, вот одним словом, аромат родной, я не знаю, это вроде бы как и пудра, вроде бы как и тот же самый детский крем, но уже конечно не испорчен, а самый такой вот нормальный, настоящий, может быть это даже какой-нибудь крем с ромашкой, какой-нибудь лосьон для тела, ну то есть это что-то вот прямо вот около вот всего этого, но при этом это настолько круто, настолько красиво, настолько приятно, из минусов, огромных минусов, что у меня осталось здесь уже слезы, миллилитров наверное 5, я не знаю, что теперь мне будет потом делать, когда он мне закончится, потому что ну действительно аромат меня поразил до глубины души, он мне безумно понравился, Харина к нему относится как бы так себе, она пару раз его пробовала, но вот такой вот любовью, как я, она к нему пока еще не прониклась, в общем это сухая ромашка в какой-то вот пудре, в каком-то креме, может быть это мускус такой вот мягкий, теплый, обволакивающий какой-то, я не знаю, окутывающий, согревающий, ну хотя не согревающий, а вот именно какой-то вот прям такой вот, как, не знаю, как вот вторая кожа, наверное, вот аромат вторая кожа, если вот можно такое так сказать, ну хотя я думаю можно, даже такие видео я у кого-то видел, снимали, что ароматы вторая кожа, вот наверное вот это вот так вот и есть для меня, по крайней мере, и я стал им пользоваться довольно-таки часто, то есть вот начиная с весны, Сейчас у нас уже июль, 22 число, да, уже лето заканчивается практически, можно сказать, очень часто стал к нему подходить, и было больше, было намного больше, плюс с того момента, когда мы его получили, получили мы его, наверное, как бы не в прошлом году, не знаю, ну, давненько у нас стоит, в общем, долго я не мог с ним как-то вот так вот найти общий язык, и вот наконец-то это произошло, аромат потрясающий, в общем, я его люблю, обожаю, у нас, я так полагаю, новодел, потому что я слышал в комментариях, мне писали про какую-то крышку, мраморную крышку, что там на крышке, типа мраморный узор, у нас нет никакого мрамора, у нас просто обычная крышка с такой вот легкой позолотой, хотя вот сегодня перед видео решил почитать комментарий именно на этот аромат, многие пишут, что новодел и винтаж, они, в принципе, ничем не отличаются, то есть аромат абсолютно одинаковый, при том, что мне еще вот что понравилось, пишут про новодел, что у него даже стойкость намного лучше, выше и дольше, чем у старого варианта, не знаю, конечно, как звучал старый вариант, но то, что стойкость у этого вот аромата, вот у этой классики 1881 великолепнейшая, то есть если его нанес с утра, я его слышу абсолютно весь день, до самого вечера, пока не приму душ, а то еще может даже и после душа останется вот это вот самое такое вот, что-то нежное такое мягкое, приятное, потрясающее, в общем, аромат потрясающий, слепую покупать, конечно же, не советую, здесь надо любить ромашку, здесь надо любить детский крем, крем с ромашкой, лосьон для тела и вот такие вот мускусы, нежные, мягкие, не знаю, в общем, как-то вот так вот, надеюсь, хоть что-то вы поняли из того, что я сказал по поводу этого аромата, но он прекрасен для меня. И следующий аромат тоже 1881, черути вот этот самый, но это уже фланкер Белла Нотте, прекрасная ночь, да, наверное, так, потому что я, когда мы только получили посылку от Марьяны, я прочитал Белла и решил, что это белая ночь, ну, то есть Белл, Белл, это, в принципе, на всех славянских языках значит белый, ну, я так вот решил, что у итальянцев, видимо, то же самое, в общем, Белла Нотте, это прекрасная ночь аромат, который, и сразу отвечаю на вопрос, на черути классический не похож абсолютно, совершенно разные ароматы, мне уже вот со вчерашнего дня пишут, спрашивают, расскажите, как они, чем они похожи, не похожи, в общем, ароматы абсолютно разные, вот на 100%, я не знаю, у них одинаковая, наверное, только вот форма флакона и название бренда, в остальном я вообще никаких вот даже, я не знаю, перекрестных линий не встретил, это абсолютно вот так вот параллельно идущие ароматы, в которых нет ничего общего, здесь аромат действительно ночной, он для меня, знаете, такой вот аромат интересный, ассоциативный, знаю, что в пирамиде есть ежевика, есть апельсиновый цвет, есть мускус, есть еще какие-то ноты, не знаю, я не скажу, что он фруктовый, что он ягодный, что он бело-цветочный, мускусный, может быть, для меня вот это, если вот пофантазировать, хотя даже и фантазировать не надо, в общем, скажу сразу, я слышу в нем костер, я слышу в этом аромате костер, причем, знаете, вот такие вот какие-то влажные сырые деревяшки, может быть, как вот после дождя, вот вы где-нибудь там вот сидите на берегу того же моря, где-нибудь вот в этой самой Италии, где белая ночь, или, то есть не белая ночь, а красивая ночь, белая ночь, то у нас на севере, да в Петербурге бывает, где вот ночь, море, костер, может быть, какие-то обрызги вот этого самого моря, плюс запах костра, запах вот таких вот мокрых, вот именно мокрых деревяшек, вот таких вот сырых даже деревяшек, которые вот только рожок, они вот где-то горят, где-то вот из них, знаете, еще вот бывает такая, они вот потрескивают, текет какой-то вот этот вот сок, может быть, смола, если это какой-нибудь, не знаю, там, кедровая какая-нибудь деревяшечка, да, и вот я нечто похожее слышу в этом аромате, вот именно запах костра, также часто пахнет именно одежда после костра, когда вот вы постоите, что-нибудь где-нибудь пожжете, Это тоже, даже, я не знаю, шашлык, может быть, пожарите, и у вас одежда, волос, они обязательно пропахнут именно запахом вот этого самого дыма после костра. И здесь вот я слышу нечто похожее. Если, конечно, вот прислушаться, принюхаться, то да, ежевику все-таки можно услышать. Есть что-то вот такое вот легкое, ягодное, но в данном случае ежевика здесь очень адекватная, очень такая вот носибельная для меня, потому что мне аромат понравился. Хотя вот знаю другие ежевики, с которыми я был знаком, которые у нас были, например, Лоликаметист, я его терпеть не могу, если честно, этот аромат. Мне не нравится там химозная ежевика, она очень тяжелая, она для меня очень душная, она мне напоминает вот эти вот растворимые соки, которые продавали в 90-х годах, вот эти всякие Юпи, Зука или как они там назывались. Ну, то есть, я думаю, те, кто их покупали, знают, вот именно вот эта вот синтетика, именно вот какая-то порошковость, и вот в этом аметисте я слышу вот именно такую вот безобразную ежевику для меня, для моего носа, которая несмываемая, неубиваемая. Здесь, если и есть вот нечто напоминающее ежевику, но оно не химозное, оно не синтетическое, оно не отвращающее лично меня, то есть, мне в нем приятно, при этом аромат он тоже очень стойкий, я его слышу с утра до самого, ну, практически до самого вечера, и при этом это вот именно запах такого вот костра, как будто ты возле костра, ты пропах этим дымом, и вот тоже вот такое вот как бы приятное, теплое, какое-то вот такое вот, ну, родное, как говорится, с детства, такое вот как воспоминание, когда что-то ты где-то там жег, тоже может быть картошку где-то там, я не знаю, как вот мы в детстве жарили, я, конечно, не был на море в Италии, не жег там костры, но если вот, я говорю, пофантазировать вот так вот, то это можно вот именно с таким образом и сравнить, Потому что, почему ночь, я соглашусь, что это все-таки действительно красивая ночь. Аромат, он вроде бы и костер, но он именно, как, вы знаете, как вечерний такой вот, как, с легкой такой вот, как будто бы прохладой вот внутри этого аромата. Вот есть какой-то вот воздух такой вот именно как вечерний, когда вот вечером, даже вот осенью, например, когда ходишь, где-нибудь кто-нибудь тебя жгет листву. Хотя запаха листвы, конечно, здесь нет, а вот именно запах дыма, вот именно осеннего, вечернего, да, вот. Вот, ну, то есть вот как-то так вот он для меня звучит. В общем, прекрасный, красивый аромат про костер для меня. Хотя вот тоже полистал комментарии сегодня на фрагрантике с костром, его никто не сравнивает, там, кто про что пишет, у кого как, но вот у меня именно так. Поэтому, ребята, не судите строго, это исключительно мое восприятие, мои такие вот впечатления от этого аромата. Для меня это запах вот прям костра, дыма, вот такого вот где-то вот на берегу, может быть, моря. Также еще посмотрел, сколько вообще вот таких всяких разных фланкеров, очень много. Хотелось бы, конечно, со всем познакомиться, но больше всего, конечно, мне хотелось бы уже вот задуматься о приобретении вот этого вот круглого флакончика, вот такого вот, тоже камышка, гальки. Как знаете, вот у Булгарии есть линейка, там, правда, мужские ароматы тоже такие вот, гальки прям морские. Но вот это мне тоже нечто похожее напоминает, как вот так, наверное, надо показать. Прекраснейший. Вот этот вот действительно прекраснейший. Кто его любит, ребята, пишите. Кто его терпеть не может, не пишите. Не хочу услышать плохие отзывы на классические чарути. Шучу, конечно, пишите. Пишите комментарии, рассказывайте, делитесь, какие вы еще фланкеры знаете, вот именно вот этих вот чарути, потому что их там очень много, всякие какие-то летние выпуски, бланши там всякие разнообразные есть. В общем, пишите, делитесь, рассказывайте. Ждем вас в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.